Дорогие радиослушатели Здравствуйте, дорогие друзья, мои дорогие чекрасы. Я приветствую вас и позвольте представить нашего дорогого гостя. Это социолог, замечательный человек Игорь Веленович Эйтман. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Юрий. Игорь, тут, как известно, Совет Федерации утвердил закон о фейках и неуважении к власти. Вот, честно говоря, я не могу отделаться от одной очень странной ассоциации. Дело в том, что в марте 1935 года в гитлеровской Германии был принят закон о любви к фюреру, согласно которому любовь к фюреру становилась юридическим понятием, а, соответственно, нелюбовь к фюреру становилась понятием уголовным и подлежала уголовному наказанию. Скажите, пожалуйста, вот такие сравнения в данной ситуации, они уместны или это неправильное сравнение? Нет, ну, в какой-то степени все тоталитарные страны, да, все страны несвободные, все страны, где правят диктаторы, они друг на друга похожи, как те счастливые семьи или несчастливые, наоборот, семьи, о которых писал Толстой. Да, они тоже друг на друга похожи. И, естественно, какие-то параллели постоянно напрашиваются, что бы ни было, причем даже с Италией времен Муссолини даже еще больше параллелей. Вот буквально, какую тему не возьми, будет параллели. Ну, например, тоже тот те же, значит, санкции, да, и ваканалия по поводу того, что нам не нужен импорт, и мы, как бы, будем все сами замещать любые варианты и так далее, и так далее. Это тоже было, например, в Италии времен Муссолини. Ну, и в гитлеровской Германии тоже достаточно много параллелей. Что касается вот этого закона, если взять как бы, ну, серьезно на него посмотреть, ну, скажем так, он совершенно маразматический, свидетельствующий о полной деградации, интеллектуальной, правовой деградации российских властей, российского государства. К счастью, он не, скажем так, не настолько страшный, как могло бы показаться. Все-таки это административное требует наказание, да, а не уголовное. То есть, в лучшем случае, человека могут посадить на сутки. Что, конечно, тоже безобразие страшное, и что возмутительно, но все-таки это не настолько, как бы, не так страшен черт, как его молют. Я уверен, что россияне, как не уважали российской власти, открыто высказывали это в том же Фейсбуке, да, где мы все общаемся, так и будут продолжать, несмотря на эти угрозы. Вот. Скорее даже, вы знаете, мне кажется, что даже это не столько симптом усиливающейся диктатуры, как она, как бы, уже давно усилилась, давно сильна. Сколько симптом, вот мы именно маразмирование, полного маразма, да, деградации российских властей, что они занимаются такой, что называется, уже до мышей, да, трахались, я прошу, правильно? То есть, это таким маразмом, как они будут сейчас пытаться в сальных сетях находить людей, которые с недостаточным пиететом отзываются о властях и заводить против них административные дела. Конечно, я уверен совершенно, что известные российские оппозиционеры под эту статью не попадут, с ними побоятся связываться. Предположим, там Шендеровичу ничего не грозит, да, практика показывает, что они будут докапываться совершенно произвольно для каких-то случайных жителей регионов, как сейчас они докапываются по другим статьям, по экстремистским, да, к их постам, и будут пытаться вот этим, тем самым, как бы, создать общую атмосферу неуверенности и такого страха, потому что человек, перед тем, как, простой мы человек, перед тем, как залезть в интернет и что-то такое высказать, фея свою, российским властям, да, он 10 раз подумает, а не придет ли потом, значит, милиционер, не придет ли в суд и не посадит ли там на сутки, не оштрафует ли. Но хорошо, вот давайте все-таки уточним, вот есть институт или должность, а есть конкретное лицо, занимающее эту должность. Вот давайте так, я скажу себе, я уважаю институт президента Российской Федерации, потому что это глава исполнительной власти моей страны, не уважать этот институт, это означает не уважать свою страну. Я уважаю законодательную власть моей страны, потому что это моя страна, но я не уважаю конкретное лицо, занимающее должность президента Российской Федерации, я не уважаю конкретных персоналей, которые являются депутатами. Вот скажите, а вот на ваш взгляд, вот этот закон, он смешивает вот эти понятия, или все-таки есть разделение, вот на ваш взгляд? Юрий, я понял, кого вы не уважаете. Я не уважаю, скажем так, давайте меряться неуважением. Я не уважаю их всех скобом и не уважаю их институты. Дело в том, что все эти институты, которые красиво звучат, законодательная власть, президент Российской Федерации, это все фейк, это ширма, за которым, это только так называется, да, за которой стоятся совершенно другие сущности. То есть никакого президента понимания демократической страны в Российской Федерации нет. А есть самый настоящий диктатор, узурпатор власти, который фальсифицирует много лет подряд выборы, который пришел незаконно к власти, ни в какой демократической стране, в принципе, не может быть института наследников и наследничества. Такой наследничек пришел к власти, и с самого начала выборы фальсифицировались в той или иной степени. Причем, чем дальше, тем они больше фальсифицируются. Потому что, поэтому, никакого президента в России нет. А есть диктаторы выродок, да, которые вот я лично совершенно не уважаю, считаю просто позорным уважать его. И то фиговый листок, да, под названием президент РФ, которому он прикрывается. Никакой законодательной власти тоже нет. Можно так сказать, что такая же законодательная власть примерно была в СССР, да, когда всеобщее одобрялось, когда сидели заназначенные люди, которых никто не избирал, и штамповали любые законы, которые принимали, которые им диктовала, значит, олигархия политбюро. Сейчас ситуация абсолютно такая же. То есть, эти все кивалы, да, которые сидят в Госдуме и в Совете Федерации, не более, чем назначенные государственные чиновники, которые узурпировали право представлять себя некими избранниками народа. Никто их не избирал. Выборы, как я уже сказал, фальсифицированы полностью совершенно. Недавно проводила, значит, такая есть организация, да, общественный голос. Они просто взяли и посчитали по видеорегистраторам, сколько реально людей ходят на избирательных участках. И оказалось, что там где-то на 20-25% их меньше, чем тех, за кого опускают бюллетени. Понимаете, то есть физически голосует, предположим, процентов 40, а опускают бюллетени примерно 60, да, процентов. И так повсеместно. Все выборы фальсифицированы. Поэтому никаких институтов власти, которые заслуживают уважения, в России нет. А существуют фиктивные организации, преступные, потому что они нарушают даже те законы, которые сами принимают. Вот эти преступные организации, которые присваивают себе, значит, право называться институтами власти. И они заслуживают не уважения, а всеобщего глубокого презрения. Отход к вопросу об уважении. Начнем с этого. Это как бы выговорилось, что называется. Дальше я на ваш вопрос не ответил. На ваш вопрос не ответил, Юр. Я не ответил на ваш вопрос. Теперь, что касается, смешиваются ли институты, скажем так, преступные институты с преступными личностями, которые в этих институтах занимают разные позиции. Смешивает ли этот закон? Действительно, он их, конечно, смешивает. Если вы скажете, условно, Медведев клоун, Путин палач, то тем самым по этому закону вы правите неуважение к институту президента и премьер-министра. Но, как я уже сказал, это как, знаете, даже в анекдотах это много раз описано. Или у Гашика. Вспомните Гашика, приключение бравого солдата Швейка. Там начинается, по-моему, с проявления неуважения со стороны мух, по-моему, к императору Францию Иосифу. Во что это все вылится? Вылится, я думаю, все вообще посмешнее. Представляете, кто-нибудь, ну, предположим, я сейчас не в России живу, да, со мной вряд ли это пройдет в номер. Ну, предположим, какой-нибудь житель Москвы, да, или, не знаю, там, Коломны, не знаю, любого города, возьмет и напишет, предположим, там, жалкий клоун Медведев опять облажался. И против него, значит, заведут дело административное. Так это же будет мем, интернет-мем, жалкий клоун Медведев облажался. Его будут многочислено перепачивать именно как мем. То есть они тем самым сделают просто рекламу этому издевательству над этими, собственно, органами и власти, и людьми при них. Хорошо, я тогда по-другому поставлю вопрос. А если я не буду, подчеркиваю, я не буду называть наших депутатов зажравшимися, оборзевшими скотами, я не буду называть Медведева жалким клоуном, я подчеркиваю, я не буду этого делать. Я просто скажу, что я не уважаю лично Дмитрия Анатольевича Медведева. Это будет по данному закону нарушением. Вот как вы считаете? Ну, знаете, в России традиционная такая есть пословица. Закон как дышло, куда повернул, туда и вышло. И, соответственно, если вот кому-то захочется вас немножко прессануть, прессануть, да, и посадить там суток на 15, например, в каталажку, или оштрафовать как-то, то он может к этому придраться. А если, наоборот, они решат люди, что у власти стоящие, придержащие, что, значит, нафиг это все нужно, и не будем делать рекламу Юрию Гиммельфарму, его журналистской деятельности, не будем его прессовать, поэтому... То, значит, соответственно, ничего не будет. Я могу сказать, что гиммания всегда в этой области, кто-то хочет посадить, кто-то наоборот. У меня была такая личная история, да, еще до всякого этого закона. Она существует прекрасно, в кавычках прекрасная, 282-я статья, значит, и под нее тоже можно подверстать что угодно практически. И когда было дело Пусть Сириот, я, значит, в Эхо Москвы на блоге своем тогда вел, тогда еще цензура там не свирепствовала, как сейчас, и можно было вести у них блог. Вот, я вел там блог. И я написал там несколько статей, в том числе в одной статье написал, ну, вспомнил Вольтера небезызвестного, и, значит, истории того, как он заступался во Франции за людей, реально выступал как правозащитник, вот тогда такого понятия не было, за людей, которых обвиняли в кощунстве, и, значит, просто как лев там бросался за их защиту, и вспомнил его знаменитый призыв раздавить гадину. Вот, и так обозвал эту статью, и вспомнил, значит, это дело посерьезно. И, значит, в общем, меня решили припутать именно за то, что приписали, как будто это я вот так хочу раздавить, не дай бог, и, конечно, в мыслях у меня этого не было, русскую православную церковь. Но, знаете, то, что Вольтер в свое время писал раздавить гадину, я его процитировал. Совершенно, как некий исторический труд, да, и вроде бы дело заводить. Началась какая-то безумная его канале в интернете, Мамонтов этот сумасшедший из российского телевидения Аркадий, значит, написал в блоге, что он обратился в Следственный комитет, в прокуратуру, писатель Стариков написал, еще куча народа, они уже подписи начали собирать. В Эхо Москвы пришел какой-то человек, как мне сообщили, из органов Следственного комитета, значит, что там затребовал материал, потом вдруг все это в один момент прекратилось. Вся вакханали, как по команде, и в интернете, и в юридической плоскости, в один момент все. Я думал, что это такое. Потом, в общем, мне как бы умные люди подсказали, что было-то. Что, значит, эти Мамонтов, вот это, есть такой еще Кирилл Фролов и прочие, вот эти шавки, они, значит, сами возбудились, значит, начали рякать, гавкать, гавкать, а потом им там дядя сверху сказал, откуда-то из администрации президента, по-видимому, что не надо здесь раздувать, хватит нам дело пусть серьезно, зачем нам еще тут Эйтмана пиарить и, значит, вступать какие-то здесь с ним перепалки, ну и вы нафиг, давай лучше сделаем, потому что этого ничего не было. И все они забыли. Это как вопрос того, что все эти законодательства, это некая, в том числе это, это некая бомба замедленного действия под каждым из нас, да. Захотят они, значит, приведут ее в дело, захотят нет, в зависимости от политической конъюнктуры и тех или иных конкретных конъюнктурных требований времени, я имею в виду власти. Я в подтверждении ваших слов могу сказать, что когда на меня написал заявление гражданин Чикаго Эдуард Аганесов, что я антисоветчик, гражданин Чикаго написал в Саратов, что я антисоветчик. Замечательно, замечательно. Чикаго это в США, это так на всякий случай. Я напоминаю нашим слушателям. Но тогда я следователю из Следственного комитета, который начал мне доказывать на основании письма господина Аганесова, что я оскорбил русских, я ему привел одну цитату, я ему задал вопрос, скажите, я говорю, пожалуйста, а вот если я про русских скажу такую фразу, дикарь, худший из дикарей, вас надо дрессировать холостом, как собак. И заду вопрос, это будет оскорбительная фраза? Он сказал, да. Я говорю, тогда откройте. Роман Фадеева «Молодая гвардия», глава 20-я, это фраза из диалога Олега Кашевого с денщиком немецкого генерала. Это я просто процитировал, взяв кавычки. Ну, это примерно из той же оперы. Но вот скажите, пожалуйста, Игорь, а вот вы, как социолог, как считаете, вот россияне, вот простой русский мужик, вот как он на невербальном уровне воспринимает понятие уважение и неуважение к власти? Вот как вы считаете? Юрий, вы знаете, я бы, конечно, сказал, как он на вербальном уровне воспринимает уважение к власти, но боюсь, что все-таки такое количество нецензурных слов не перенесет даже ради Чикаго. Я даже думаю, если тут есть люди, не знающие русский язык, потому что случайно в него проходили, то и они поймут. Потому что простой русский мужик давно относительно власти невербально, вернее, не невербально, а вербально, но нецензурно, в основном, объясняется. Дело вот в чем, как бы, ну, мы все, да, вот как бы общаемся в том же Фейсбуке, есть большинство комьюнити аппетитационно настроенных, там, условно либеральных юзеров, блогеров и прочее, прочее. И среди них очень часто проскакивает мысль вот о том, что о неком единстве Путина и народа. Это все чепуха полная. Вот я, можно сказать, хоть я сейчас не живу не в России, да, но я постоянно коммуницирую с людьми из России, и с людьми как через интернет-коммуникации, его личное общение, так и с конкретными людьми, которые учатся, например, здесь, в Берлине, ребятами молодыми из России и прочее, прочее. То есть никакого уважения к власти, никакой любви к Путину там нет и в поминах. Любовь к Путину есть только у него часть нашей эмиграции, которая здесь, как бы, живет здесь, в Германии, да, и как у любого человека это встречается, у любого человека с негативными вещами. Но обычно человек не в России, он думает, что власти не в России, он сейчас негативными вещами в Германии, потому что они без этого никуда не денешься. И он начинает думать, какие здесь все сволочи, но в России есть великий добрый царь Путин, который бесконечно далеко и который никак не относится к его жизни, да, но он типа хороший. Это вот эмигранты, я говорю сейчас про эмигрантов, некоторые, не все, конечно. А сами россияне, вот те, в том числе, которые здесь случайны, туристы там, студенты и прочее, прочее, им этот Путин и эта власть нафиг не нужна, они ее не уважают, не любят и никак к ней позитивно не относятся. Так что вот этот простой человек, да, если реально бы этот закон исполнялся, то, я думаю, процентов 70 россиян за неуважение к власти нужно было бы привлечь нынешним властям. Может быть, 75. Это в пределах погрешности социологической. Во всяком случае, подавляющее большинство. – Хорошо. А вот тогда такой вопрос. Вот меня буквально с первого класса, меня лично, я за себя говорю, меня учили в такой формуле – уважение надо заслужить. То есть, понимаете, меня вот лично приучали к тому, что такие чувства, как любовь, ну, это чувство иррациональное, нельзя объяснить, за что ты любишь, а вот за что ты уважаешь, это надо объяснять. Вот как вы считаете, вот на самом деле, вот те люди, которые принимали этот закон, они осознают, что уважение надо заслужить? Или они этого не понимают? – Вы знаете, вы, наверное, Юрий, как россиянин, так же, как я, неоднократно видели такую сцену, да, что пьяный человек в хлам пристает к окружающим и с одним вопросом – ты меня уважаешь, ты меня уважаешь. Вот наши российские власти вот примерно, мне напоминают вот этого пьяного в хлам человека со снесенной крышей, который чувствует, что его, к нему как бы плохо относятся и чувствуют, что он сам, в общем, не может вызывать никаких позитивных эмоций, а скорее жалок, неприятен и так далее, но он требует к себе уважения и любви от окружающих, требует. Потому что он протрезвеет, он поймет, что это все не нужно и все это глупо, никто его в действительности не уважает и он не заслужил этого в своем поведении. Но российские власти, к сожалению, не протрезвеют, потому что, как известно, народная мудрость, пьяный проспится – дурак никогда. Поэтому они, видимо, так, пока вот этот режим существует, он будет домогаться за своих граждан с насильственным, требуя их насильственным образом уважения какого-то. Хорошо, тогда вопрос чисто практически. А вот как вы считаете, вот после принятия этого закона, а я по-честному говорю, я не сомневаюсь, что этот закон будет принят. Будет, 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 дорогие мои зрители, даже не сомневайтесь, у нас любая дурь принимается. Вот реально уменьшится ли критика, я уже осторожно говорю, конкретных персоналей, занимающих определенные должности? Она уменьшится или нет? На ваш взгляд? Знаете, я думаю, что единственное, к чему это может привести, да, это может привести к тому, что некоторые люди, не все, некоторые, они будут побаиваться в социальных сетях открыто, они сейчас многие побаиваются, а так будет больше людей, которые боятся в социальных сетях открыто выражать свое мнение относительно политики российской власти, относительно персоналий различных. То есть просто люди будут, многие люди будут здесь осторожнее, осторожней, что называемое. Но в частном порядке, конечно, это никак ни на что не повлияет. И лично вообще, я думаю, только больше будет еще насмешек над этой смешной властью, которая требует насильственного уважения. хорошо, но вот вы сказали, что российская власть, она как тот вот пьяный в хлам мужик, он говорит, ты меня уважаешь? И так далее, и тому подобное. Но есть и другая точка зрения. А то, что это попытка установить уже легальную цензуру на законодательном уровне. Вы согласны с этой точки зрения? Ну, вообще, цензура давно есть. Понимаете, есть такие законы. Ну, это да, некое усиление, возможно. Да, вот, например, 282, кстати, да что угодно. Есть, значит, такой совершенно идиотский закон о оскорблении чувств верующих. То есть все это, по сути, цензурное ограничение, которое уже существует. Под них может попасть очень много, многие материалы. Но вообще, мне кажется, что, да, скорее это действительно запугать людей, юзеров, интернет-юзеров, людей в социальных сетях. Потому что СМИ, они уже давно запугали. И не только запугали, но и фактически монополизировали этот рынок. Наиболее доступные россиянам СМИ, прежде всего телевидение, полностью под контролем властей. Большинство тиражных изданий тоже в той или иной степени под контролем властей. От таких мерзких газет, как «Комсомолка», который просто боевой листок по типу «Феркешер Беобахтер» в нацистской Германии, до более осторожных газет, но они все равно под контролем власти. И тот же «Московский концоволец», например, при том, что там иногда какие-то позволяются фрондирующие материалы. В целом, конечно, тоже под колпаком у Миллера, то есть у администрации президента. Вообще, что касается политики в области свободы слова, мне кажется, вот как бы есть две модели ограничения свободы слова. Первое, которое существовало, например, в России до 1917 года. Это, вернее так, до 1905 года, потому что она была отменена. Это некая предварительная цензура. То есть существуют СМИ, некоторые из них независимые, возглавляют их даже, люди оппозиционно настроенные, предположим, там уже известно, журнал «Современник». Но существует цензор, который все просматривает и вымарывает все, что против властей. А вторая модель, это советская модель, когда главный человек, хотя цензура тоже есть, не цензор, а главный человек это редактор. Во всех СМИ свои люди, люди партии сидят. Вот это именно нынешняя путинская власть, она берет за образец именно советскую модель. Она не старается в шахматном порядке во всех ведущих СМИ рассовать своих людей, свой контроль установить, чтобы цензура даже и не нужна быть, потому что за всем будут следить редакторы. Он просто не пустит никакой реально оппозиционный материал. Хорошо. Я поставлю тогда вопрос иначе. У нас же наш национальный лидер, он все время говорит, на любой вопрос отвечает. А вы знаете, какой госдолг США? А вы знаете, как на Западе? И так далее и тому подобное. А вот я вам сейчас задаю вопрос, как человек, который живет на Западе. Вот скажите, где-нибудь в цивилизованных странах Запада. Есть что-либо подобное? Вот поставьте точки над «и» в этом вопросе. Да нет, конечно, ничего подобного нет. Безусловно, это просто смешно даже представить себе, чтобы кого-то преследовали за неуважение, предположим, к каким-то властям Германии. Другой вопрос. Тут есть другие законы, которые в той или иной степени ограничивают свободу слова. Но, например, если та или иная деятельность или материалы считаются противоречащими в Германии, в германской конституции, это уголовные преступления. То есть, вот ценности, которые заложены в германской конституции, то есть, например, вы, предположим, нацист, антисемит, и вы начинаете писать какие-то вещи такого порядка. Естественно, вас обвинят в антиконституционной деятельности и посадят. Просто элементарно. Просто элементарно посадят. Даже не на административный, а на уголовный срок. Но это не касается, как я уже говорил, какого-то уважения или какого-то защиты со стороны государства, репутации, достоинства какого-то политиков или государственных деятелей. Такого, конечно, по мину нет. То есть, не надо путать. Защиту ценностей и защиту демократических, и защиту персонажей и институтов. Игорь, мы сейчас должны прерваться на короткую рекламу, после которой мы продолжим нашу беседу. Итак, дорогие друзья, рекламная пауза. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в передачу Юрия Гиммельфарба. Свободное мнение. Юрий, давайте продолжим. А пока я еще хотел бы объявить номер телефона в студии 847-400-5200. А если у вас есть вопросы, дорогие радиослушатели, пожалуйста, звоните. Постараемся на них ответить. Юрий, прошу вас. Да, дорогие друзья, пожалуйста, звоните, задавайте нам вопросы, мы с удовольствием ответим. Но пока у меня вопрос к Игорю. Игорь, а вот скажите, вот в свете, опять же, этого закона, вот как вы считаете, снижение рейтинга Владимира Владимировича Путина? Чудовищное снижение до 32%. Как вы считаете, это неуважение к власти или это фейковая новость? Вот как это теперь? Что теперь делать? Я в полном недоумении. Так, прошу прощения, перед тем, как Игорь ответит, давайте примем телефонный звонок. Ну, давай. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. У меня первый вопрос. Скажите, если были бы справедливые выборы в России, выиграл бы Путин выборы или нет? Это первый вопрос. А второй вопрос, что нужно для того, чтобы были праведливые выборы в России? Спасибо. Прошу вас. Я думаю, что если бы были нормальные, справедливые выборы, честный подсчет голосов, честная, равная избирательная кампания, то Путин бы выборы не выиграл сейчас. Я практически в это уверен. И, в общем-то, судя по тем же социологическим данным, видно тренд к падению его популярности, доверия к нему. И очевидно, считается усталость от него. И есть как бы предыдущая практика, когда ему все время победу в первом туре часто натягивали. Начиная с первых же выборов, еще когда его в 2000 году первое избирали, тогда тоже натянули. Совсем немного он набрал свыше 50%, чтобы победить в первом туре. Вот его это натянули за счет известных регионов с аномальным голосованием, Северно-Кавказа и прочее. Его всегда как-то тянули, выборов честных не было. Он бы не выиграл. Я вам скажу, я практически уверен, что если бы сейчас были честные выборы, абсолютно, с равным доступом кандидатов, и был бы, например, Навальный и Путин, то выиграл бы Навальный. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Если бы им дали равный доступ к телевидению и т.д. и т.п. 100%. У меня никаких в этом нет сомнений. Теперь, что для этого нужно? Что для этого, чтобы были честные выборы? Но при этой власти не могут быть честных выборов, потому что она вообще, скажем так, она к выборам имеет совершенно такое косвенное отношение. Это власть авторитарная, власть, полученная в наследство от ельцинской олигархии, которая изначально нелегитимная. Она на выборах понимает, что выборы демократии для нее смерть. Поэтому она никогда выборы не допустит честные. Честные выборы могут быть только после ее, скажем так, как бы помягче сказать, после того, как она почит в бозе эту власть. После того, как она дематериализуется, испарится, куда-то там провалится в преисподнюю. Не знаю, что с ней может быть. Но вот только после этого могут быть выборы. Пока они у власти, они подгонят к танке к Кремлю и будут до последнего патрона защищать эту свою власть от людей. Я к этому хочу добавить только одно, что, на мой взгляд, лучшим доказательством того, что сказал Игорь, является один факт. Обратите внимание, ни в 2000, ни в 2004 году, ни в 2012, ни в 2018 Путин не участвовал в дебатах. Он, да не то, что в дебатах. Все его так называемые пресс-конференции, все его общения с народом – это срежиссированные шоу. Я в октябре передал слова на одном из своих стримов. Я рассказал то, что мне доложил человек, который непосредственно участвовал в одном из этих срежиссированных шоу. Разумеется, имя этого человека я не назову. Так вот, он мне рассказал, как это происходит. То есть там до последнего человека все это – постановка ФСО. Все эти рыбаки, ткачихи, доярки-точегарки, все эти… Ну, кого вы не возьмите, вот кто там не присутствует. Все это – постановка. И вот люди это должны понять. Я еще раз подчеркиваю, я не назову имя этого человека. Я прекрасно понимаю, что ему за это грозит. Этому человеку, я подчеркиваю, я не указал даже пол этого человека. Так вот, на самом деле, и вот я просто ни разу не видел, когда бы Путин беседовал, ну, вживую. Без постановки, без режиссуры. Я этого просто не видел. Поэтому я абсолютно согласен с тем, что сказал Игорь. Так вот, все-таки, Игорь, возвращаясь к нашему вопросу, как вы считаете, снижение рейтинга Путина – это не уважение к власти или фейковая новость? Не, ну, это новость очевидная. Вообще, надо все-таки отметить, да, что она, конечно, не носит катастрофического все-таки характера. Почему? Потому что резко падает доверие к Путину, ну, то есть резко падает. Сейчас она уже меньше третья, что очень низко. Но продолжает быть больше, скажем так, держится там на уровне 60 с чем-то процентов число людей, которые как бы его поддерживают. Вы сейчас спросите, что это за шизофрения? Ну, вот я, Юрий, вот вас слушайте, и люди удивляются и так далее. Но это люди просто незнакомые с методами, социологическими, никогда не организовывали сами массовые опросы. Я как бы этим занимался, поэтому ничего удивительного не вижу. Я вам сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что когда спрашивают, доверяете ли вы Путину, это открытый вопрос. То есть нужно написать самому в соответствующей графе, или продиктовать, если это телефонный опрос, фамилию человека, которому ты доверяешь. А вопрос поддержки Путина, там его фамилия уже есть, там надо только поставить, поддерживаю или нет. Дело в том, что, как мы уже сегодня говорили, наши граждане, и я это сфиксирую, те же опросы, многие, они боятся давать такие, скажем, оппозиционные ответы на политические вопросы. И здесь очень важно, именно в какой форме этот вопрос задан. Потому что, если у них стоит дилемма, назвать Путина или не назвать, то гораздо, это вопрос о доверии, то гораздо проще не назвать его, чем если, когда ему уже дается фамилия Путин на аванкете, и говорят, ну, ты поддерживаешь ты Путина или нет? Как в том плакате, да, ты записался на Буровольце, ты поддерживаешь Путина? Здесь человек уже, не каждый, конечно, но там запуганный, какой-нибудь там совершенно чувствующий себя бесправным, он уже на всякий случай думает, ну, ладно, я крестик поставлю. Поэтому информация о доверии Путина, она, низком доверии Путина, она гораздо более корректна, чем информация о его поддержке. Потому что здесь как бы человек сам его называет, а они его заставляют дать ответ, да, и здесь фактор страха, фактор неуверенности, фактор боязни и непонимания того, кто это вообще спрашивает, что это за социологи, может, они там какие-нибудь ФСБшники, вот этот фактор, который очень сильно влияет на все результаты опроса и очень сильно смещает эти результаты в сторону большей лояльности к власти, здесь он работает меньше. Понимаете? Я объяснил нормально, понятно? Нет, понятно, я вынужден уточнить. Смотрите, как это опубликовала Левада. Доверяйте ли вы Путину? Я не знаю, я согласен с вами в том, что я не видел, как... Я сейчас говорю, Юрий, я сейчас говорю о опросах в ЦОМа, которые шли на эту тему, что, конечно, очень удивительно, потому что в ЦОМ проправительственная организация, которые тоже именно фиксируют большое, именно в опросах в ЦОМа фиксируют большую ножницу между доверием и поддержкой. Так вот, в опросах в ЦОМа я изучал их анкеты, специально залез на их сайт, на их сайт изучал, как выглядят эти анкеты. Так вот, в опросах в ЦОМа было именно то, чем я говорю. То есть доверяя или не доверяя, это открытый вопрос, когда нужно самому назвать, кому вы доверяете, а поддерживали или не поддерживали, это закрытый вопрос. То есть нужно поставить крестик или сказать, доверяете ли вы конкретно Путину, и фамилию Путин называет не сам опрашиваемый, а тот, кто берет у него опросы, интервью. Я даже написал об этом небольшую заметку, посмотрите. Так что реальность еще более замечательная. То есть, иными словами, если бы и в первом, и во втором случае были бы заданы закрытые вопросы, то тогда бы эти данные коррелировались бы. Правильно я понимаю? Да, или наоборот, или открытые. Я вам так скажу, если бы и в том, и в другом случае были бы заданы закрытые вопросы, то есть фамилию Путин, интервьюер бы просто его всовал бы в лицо, значит, опрашиваемый, то рейтинг Путина был бы выше и близкий, одинаково высокий, скажем так, то есть процент 60. А если бы были заданы открытые вопросы, когда человеку самому нужно было ответить, кому он доверяет, или кому он поддерживает, или кого он поддерживает, то здесь были, соответственно, ниже 30 процентов. Это бы опустилось. Но тоже одинаковые. Так что не хочет сонсофрения. Все нормально. Опа! А тогда неизбежный вопрос. А скажите, пожалуйста, тогда получается, что Андрей Андреевич Пианковский, он не совсем прав, говоря, что социология в тоталитарном обществе не работает. То есть мы, задавая закрытые вопросы, можем добиться реальных исследований даже в тоталитарном обществе? Нет. Во-первых, открытые они, закрытые. Конечно, Андрей Андреевич Пианковский в целом прав. Социология в тоталитарном обществе не работает или работает искаженно. Очень сильно искаженно. Но в некоторые закономерности большим трудом, но можно выловить. Если вы смотрите условно опросы в США, то там могут быть, конечно, искажения. И мы знаем, что такое бывает. Но в целом они более-менее... Да, там могут быть просто какие-то ошибки даже. Но в целом свободное более-менее общество. И поэтому в целом можно опираться на социологические данные. А в России же нужно, знаете, как в советские времена нужно было читать газеты. Вот так же примерно надо считать социологические опросы. То есть копать глубже, обладать неким инструментарием для того, чтобы в этом навозной жиже находить жемчужину. Понимаете? То есть нужно, как я уже говорил, как и в данном случае, лезть буквально в исходные таблицы, смотреть. И там можно какие-то закономерности найти. Но это будет не напрямую. Нельзя напрямую говорить. Вот, значит, вопрос такой-то, ответ такой-то, мы ссылаемся на эти проценты, как на истину в последней станции. Конечно, такого нет. Нужно копать глубже. И тогда мы кое-что и увидим. И, например, падение рейтинга Путина тоже очевидно ныне. Даже при всей тоталитарной социологии. Хорошо. Тогда я задам другой вопрос. А вот сейчас это стало модным проводить разные опросы в Фейсбуке, на Макспарке. Каждая площадка считает своим долгом предложить опросы. Насколько они репрезентативны? Нет. Но эти опросы вообще не репрезентативны. Потому что социологический опрос, для того, чтобы он был репрезентативен, он должен проходить не просто так, кого спрашивать, а по выборке, которая бы отражала социально-демографический состав того общества, которое исследует социолог. То есть, если в обществе, предположим, 49% женщин и 51% мужчин, то и при опросе надо в генеральной совокупности людей, которых опрашивают, также должны быть представлены женщины и мужчины. Тоже с образованием, высшим образованием, незаконченным, тоже с возрастными категориями, тоже с жителями, если это в стране проходит, с жителями крупных, небольших городов и так далее. То есть, эти вопросы в интернете не репрезентативны, но целы. Но они могут показывать настрой определенного комьюнити, определенного сообщества. Причем довольно обычно не очень большого. Предположим, в Фейсбуке я начну проводить опрос, да, в Фейсбуке. У меня довольно много френдов, да, и подписчиков там, это очень больше там 20 тысяч, но, тем не менее, мы не отразим даже весь Facebook, мы отразим мнение людей, придерживающихся определенных заведомо взглядов, потому что меня считают люди с определенным взглядом. Если, условно, какой-нибудь Захар Прилепин будет среди своих френдов проводить опрос, у него будет абсолютно другой противоположный моим результат, хоть выясним и земляки. Так что это все как бы игра для своих, вот эти опросы в интернете, это игра для своих. Это, знаете, для кого интересно? Для маркетологов интересно. Почему? Потому что маркетолог, например, у него есть какой-то товар пытается продвинуть на рынок. У этого товара есть целевая аудитория, которая пасется на конкретных сайтах. Вот он там для этой целевой аудитории, пасущейся на конкретных сайтах, проводит опросы. Для исследования общественных настроений, по крайней мере в российском обществе, это, конечно, довольно сложно через интернет сделать, потому что он очень сегментирован, сегментирован на различные политические группы. Хорошо, а раз мы заговорили об интернете, тогда вопрос, вот эти попытки создать суверенный чебурнет, как вы считаете, это получится у последователей сенатора Клишеса, моей землячки, извините, люди добрые, Ольги Боковой и, извините, не к ночи будет помянутым, Андрея Лугового. Вот именно. Фамилии Луговой можно французского человека напугать, особенно находящегося в эмиграции. Люди друг друга пугают, чаями, от Лугового. Значит, что я вам хотел сказать? Да, получится или нет? Понимаете, что называется, дурное дело нехитрое, ломать не строить. Можно, конечно, все можно сделать и отключить Россию нахрен от интернета. Теоретически можно, сделать корейский вариант интернета, просто убить интернет и все в стране. Но на это власти не пойдут, потому что они даже, пока даже не, то есть, вообще как бы изолировать интернет, это корейский вариант. Частично изолировать это, или, скажем, цензуру установить, это там китайский и иранский вариант, он не такой эффективный. Хотя в Корее, там, все равно обходят, кому надо, обходят эти ограничения. ограничения, но тем не менее, для условного обывателя это совершенно тяжеловато. Все эти хитрые торренты и прочее, прочее. Но почему власти на это не идут пока? Потому что они не хотят, сами наши российские власти, российская элита, приближенная Путина, они не хотят жить в Северной Корее, понимаете? Они, может быть, бы устроили Северную Корею для граждан, но так же невозможно для граждан устроить Северную Коре, а самим жить на Майами, да? Не получится. Потому что, во-первых, на Майами никто не пустит в этом случае, а во-вторых, внутри России свое Майами тоже не будет существовать в рамках Северной Кореи. Вот. И поэтому они хотят жить хорошо и они хотят, скажем так, привыкли к открытым границам, они привыкли перемещаться по миру, они привыкли получать информацию, они привыкли отдавать своих детей учиться на Запад, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому они все-таки пока не готовы к северокорейскому варианту. Какие-то вот тенденции в сторону китайского или иранского варианта, они уже есть, очевидно. Некоторые сайты заблокированы, многие, в том числе, на которых я пишу, почти все заблокированы в России. Вот. Но могут и Facebook тоже отключить, пока вот не решаются на это, но это возможно. И опять-таки так же потому, что и они, дети там сидят, но не они, так и дети сидят на Facebook, я имею в виду российских властей. Вот. Но это возможно, да, у движений. Уважаемые господа, у меня есть, у нас есть телефонный звонок, я предлагаю его принять. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. У меня просто небольшое уточнение про этот предполагаемый закон о интернете, как его называют. Там же не закон об ограничении интернета, закон о том, чтобы сделать российский интернет независимый от интернета мирового, который контролируется Соединенными Штатами. В случае, если Соединенные Штаты начнут блокировать это, что сейчас происходит на каждом шагу, потому что теперешней нашей американской администрации ожидать можно чего угодно. Вот в чем суть этого закона. Так что вы уточняйте просто, зачем это все делается в России. понимаете? Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Можно я скажу? А, хорошо, давайте, отвечаем. Потому что это действительно интересный вопрос. Конечно, это то, что сейчас сказал слушатель, это некая официальная легенда. Дело в том, что у власти в России спецслужбы находятся фактически, выходцы из спецслужб, и они есть такой термин спецслужбистский, легендирование, то есть создание некого прикрытия для своих действий. Они этот закон легендируют таким образом, что это мы типа защищаемся, если американцы захотят от нас отключить интернет. Что является полной глупостью, потому что американцы не хотят отключать интернет у России, наоборот, скорее американские власти, к ним не относиться, формально, по крайней мере, выступают за свободу интернета, за свободу контактов и прочее, прочее. Значит, речь, конечно, при том, что это подается обществу, действительно, как некая защита от мифической угрозы отключения интернета, по сути, это, конечно же, рассчитано на некие форс-мажорные обстоятельства, не знаю, время чья, какое-нибудь чрезвычайное положение, когда им понадобится самим отключить интернет. И тогда в России должен быть некий аналог интернета, но без выгода за пределы вот этой территории, вот этой, скажем, виртуальной реальности. В Северной Корее, например, есть свой автономный интернет, абсолютно, которым могут пользоваться люди внутри страны, но там просто ничего нету такого, что не нравится властям. Конечно, они это сделали как на всякий типа, на всякий случай, но приводить, как я уже сказал, вот сейчас в действие вот этого, опять-таки, бомбы замедленного действия, они не готовы, потому что Северная Корея не хотят. Я к этому хочу добавить только то, что за всю историю существования интернета не было ни одного случая, я вам это просто говорю как IT-специалист, ни одного случая того, чтобы какая-то страна извне отключалась от интернета. Но не было таких случаев. ни Ирам, ни Мьян, ни Северную Корею, никого бы там ни было, не отключали извне. Все случаи обособленности происходили только изнутри. Вот, господа, вы меня знаете, я не люблю крепких выражений, но вот в данном случае я их употреблю. Вбейте это себе в мозг. Никогда никто и ни при каких обстоятельствах извне страну от интернета не отключает. От интернета отключались, ставили блокировки в Китае, в Корее, в Мьянме, очень жесткие ограничения, мы почему-то это не упоминаем, в Иране, да, но это все изнутри. Но следует понимать одну вещь, и это я тоже вам хочу сказать, что интернет это не только фейсбук, одноклассники или инстаграм. Интернет это и вот эти вот финтифлюшки, мобильная связь, это и банковские транзакции, это и воздушные перевозки, авиадиспетчеры, это все на свете. И отрубить страну от интернета в современных условиях. Это означает вернуть страну в пещерное состояние. Потому что, друзья мои, давайте смотреть на вещи открытыми глазами. Мы утратили технологии жизни в доинтернетную эпоху. Это нелегкий труд, это очень серьезные технологии жизни тогда, когда нет мобильной связи, тогда, когда нет банковских карточек, тогда, когда нет воздушных перевозок, мы утратили эти технологии. И вот это давайте понимать. Друзья мои, но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Игорь, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу, спасибо вам за истинное удовольствие от общения с вами, спасибо вам, дорогие чек-акции, за ваше внимание, но я, как всегда, напоминаю, выводы только вам. Спасибо огромное, Игорь, спасибо огромное, Юрий, обалденно интересная беседа, пожалуйста, давайте ее почаще все-таки приносить к нам, привозить к нам в Чикаго, и я надеюсь, мы увидимся вскоре опять же здесь. Спасибо вам огромное, будьте здоровы. Будьте здоровы. КОНЕЦ